В Северной Осетии наращивают производство местной форели. Крупнейшее на юге России хозяйство ежегодно выращивает более полутора тысяч тонн рыбы. Качество продукции обеспечивает среда обитания максимально приближенная к естественной и буквально родительская забота персонала. О перспективах отрасли Владимир Гладюк. Горные реки Северного Кавказа – идеальное место обитания форели. Но здесь ее не так много для того, чтобы вылавливать в промышленных масштабах. Зато вода из этих источников идеально подходит для разведения рыбы в искусственных условиях. Поэтому неудивительно, что крупнейшее на юге России форелевое хозяйство расположено в Ордонском ущелье Кавказа. Природная вода поступает в бассейны прямо из скважин. Искусственные пороги и водопады создают условия, близкие к естественной среде обитания. Процесс выращивания форели длится почти два года, а начинается с инкубатора. В специальных контейнерах около 7 миллионов икринок. Полумрак и низкая температура – оптимальные условия для их выращивания. Вот сюда мы выкладываем икру. Она отбираем дохленькие, беленькие бывают. Ну и с каждым днем она у нас вырастает и появляются эмбриончики. Пока икру закупают в Америке, но в хозяйстве постепенно формируют свое маточное стадо. Чтобы в него попасть, нужно пройти строгий отбор. Технологи учитывают здоровье, продуктивность и даже внешние данные рыбы. От таких мам рождаются крепкие малыши. Подросших мальков сортируют и переводят в открытые бассейны. Рыбу сортируем, чтобы мелкую отделяем, которая покрупнее. Чтобы они друг другу не мешали и росли быстрее. Сейчас в хозяйстве обитает более полутора миллионов штук форели. За каждой ухаживают, как за своими детьми. Ее нужно оберегать, как ребенка. Нежная она еще, маленькая и нежная. Кормят форель строго по часам два раза в сутки. В меню рыбная мука, витамины и жиры. Никаких излишеств. Иначе рыба будет жесткой и невкусной. Пока корма закупают в Европе. Для нас рыбные корма в себестоимости выпускаемой продукции составляют 85%. И если мы будем потреблять качественные российские корма, которые гораздо дешевле, чем импортные, то тогда у нас будут затраты ниже. И мы можем на рынок продукцию предлагать высокого качества по более низкой цене. В Ордоне ежедневно перерабатывают до 7 тонн форели. В планах рыбоводов Северной Осетии расширить производство. Если удастся найти инвестора, то уже через пару лет комплекс сможет поставлять на российский рынок ежегодно более 8 тысяч тонн своей продукции. Владимир Гладюк, Ольга Кузнецова, Николай Кошель, ТВ-центр, Северная Осетия.